Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня говорим об образовании. Причём об образовании, которое на сегодняшний день, в сентябре, в октябре всегда, в первую очередь, воспринимается всеми и учениками, и учителями, и родителями. И потом уже где-то к ноябрю потихонечку всё входит в норму, и мы ждём весны, когда всё заканчивается, приходит лето. Замечательная пара для учеников, сложная для учителей и для родителей. Итак, у нас здесь в студии заместитель директора гимназии номер один городского округа Люберцы Татьяна Александровна Маторина и ученица 11-го класса гимназии номер один Надежда Лосева. А во втором отделении нашей сегодняшней программы придёт к нам ещё одна ученица Елизавета Куприна. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнём, как ни странно, сначала не с Татьяны Александровны, а начнём с молодого поколения. Надежда, вас в гимназию как? Родители привели? Родители привели, да. Да, они что-то услышали, увидели, им кто-то рассказал? Или просто выбрали из многих? Вы довольны 11-го? Вы с какого класса? 11-го. С какого, я имею в виду, периода учитесь в гимназии? С первого класса. То есть, вот уже нормально? 11 лет, да. Нормально? Да, конечно. А чем гимназия один отличается от всего остального? Ну, а же есть какие-то подруги и так далее? Почему вам... Ну, была же возможность сейчас очень часто переходят ученики из одной школы в другую. Чем вам нравится гимназия номер один? Расположение, место жительства рядом с гимназией. Так. А преподавательский состав? Конечно. Преподавательский состав. А то там местоположение, всё, а так бы ходило куда угодно. Учителя хорошие. Очень сильный состав, да. Педагогический. Ну, то есть, привыкли уже, не хочется никуда идти. Конечно. Понятно. Конечно, у тебя, Александр, провокационный был вопрос, но, тем не менее, это же очень важно, когда, во-первых, гимназия номер один. Хочешь, не хочешь, всё время будут... Ну, не то что сравнивать, а надо всё время поддерживать вот эту вот единичку. Как вы пришли в гимназию номер один? Как преподаватель? Расскажите. Наверное, нужно начать с того, что в гимназии номер один, тогда ещё в среднюю Люберецкую школу номер один, в первый класс меня привели родители. И перерыв в моей жизни от гимназии номер один был только институтские годы. Выучившись здесь 10 лет, после окончания педагогического университета я вернулась в родную гимназию и уже 22 года являюсь учителем истории общества знаний и заместителем директора. То есть, практически, вы как пришли в школу... Так и не уходило. Так и не уходило. Да. Вопрос, зачем? Что вас так тянуло-то? Родные стены. Так. На самом деле, очень сильный преподавательский состав, который выучил меня не только как ученицу, вырастил меня как педагога. Я до сих пор горжусь тем, что работаю рядом со своими коллегами, продолжаю работать и с своими бывшими учителями. И, наверное, нельзя все-таки резко менять школу, независимо от зарплаты или от места жительства. Потому что есть дети, которые привыкают к тебе, и дети, которых любишь ты, да, и ты несешь ответственность. Если уже взялся воспитывать, нужно воспитывать и вести этих детей до конца. Это мой девиз. Я так понимаю, что слезы у вас были, когда вы школу заканчивали, раз вы в нее вернулись потом. Да, безусловно. То есть, не хотелось расставаться. Но учителем я мечтала быть с седьмого класса, пошла к своей цели. Мой учитель истории вот так взрастила во мне любовь к этому предмету. Ну, естественно, один из самых нелюбимых вопросов в одиннадцатом классе или в нашем десятом для моего возраста, я вынужден все-таки вам его адресовать. Есть хоть какие-то наметки? Куда ведь все-таки одиннадцатый А рано или поздно закончится? В каком направлении хотелось бы продолжить свою деятельность? Или пока еще все-таки мысли разные? Пока выбираем. То есть у вас еще... Вот это хорошо. Здесь школа позволяет немножко расслабиться. Это еще целый год. Да, конечно. То есть вы же летом уже все, уже надо поступать. Да. А что мама с папой говорят, родители, родные, близкие? Куда выберешь, туда пойдешь. Ничего не подсказывает, ты пойдешь туда. А учителя, кстати, я помню, что мне, например, учитель, тетка сказала, я услышал учитель физики и пошел. Нет у вас таких учителей? Нет, у нас давления нет. Нет, это не давление, это совет. То есть давление нет. Нет. Любимый предмет есть какой-то? Французский язык. Француз? Так, интересно. Теперь перехожу сразу к Татьяне Александровне. У вас французский язык есть? Это как дополнительное какое-то язык? Нет, два языка по учебному плану изучаются. Английский язык и французский язык. Английский изучается со второго класса, французский язык с пятого класса. Просто в наши-то времена с трудом английский после четвертого. Еще у меня учительница завуч была, поэтому я с английским совсем не знаком практически. Честно. Скажите, гимназия и школа, вот вы говорите, была школа и так далее. Чем сегодня, мы говорим образование сегодня, отличаются гимназия и школа? Еще лица их где-то проскакивают. Вот это вроде бы все красивые, замечательные слова, но когда родители стоят перед выбором, их, наверное, кого-то прельщает слово «гимназия», как-то звучит что-то такое. Вот в чем отличие? Чем гимназия лучше, чем школа? Или нельзя сказать, что лучше? Нельзя сказать. Я бы так не сказала. Не хочу обидеть своих коллег, которые работают в обычных школах и работают очень хорошо. Все зависит от профессионализма и кадрового состава. В гимназии здесь делается акцент на изучение более углубленных гуманитарных дисциплин. А в лице их, наоборот, делается акцент на физико-математический цикл. Физики отдельно, лирики отдельно. А в школе и физики, и лирики вместе. Понятно. Все. Скажите, на сегодняшний день больше все-таки людей приходят в обычные школы или они, я имею в виду, приводят детей, либо все-таки есть желание в гимназию, в лицее попасть в какие-то вот такие. По-разному бывает. Вы знаете, вот, например, к нам в гимназии идут уже поколениями. Привыкли. Я здесь учился, мой папа здесь учился, пусть моя дочка здесь учится. Ну, вот такими вот. Династическое обучение. Династическое обучение. Я бы назвала это так. А так у людей по-разному. Кому-то, на самом деле, удобно поближе водить детей. Кто-то идет, может быть, правда, наслышанно у какой-то учительницы или тоже здесь учился. По-разному бывает. То есть, земля слухами полнится? Понятно. Надежда, скажите, пожалуйста, французский язык, это просто потому, что он красивый, потому что, как там, лямур-тужур и так далее, или это все-таки… Учитель. …необходимо для того, чтобы в дальнейшем воспользоваться, например, в Европу ехать работать, нет? Ну, были такие мысли, да, ну, конечно. Конечно. А куда хотелось бы в Европу? По стране? Ну, во Францию, наверное? Во Францию. Да? Что-нибудь с косметикой связано? Ну, посмотрим. Да? Видите, я чувствую. Я как следователь сейчас работаю. Скажите, сколько у вас больше мальчиков или девочек в классе? Одинаково. Одинаково. Сколько человек в классе? 28. 28. Сколько вообще у вас в гимназии учится детей? В среднем… В среднем у нас так и есть по 28 человек, по 28-30 человек. А учится сейчас 692 учащихся. 692 учащихся. И если вы 11-й А, то я понимаю, что есть и 11-й Б. Нет. Нет, у нас 11-й класс. Да? Хорошо. Уже готовитесь к выпускным-то? Конечно. Ну, в платье, я так понимаю. Да. Выбирается все. А я про знания. ЕГЭШ у вас. Боитесь вот этих всех испытаний? Нет. Не нравится вообще система тестов? Я вот все пытаюсь… Я почему так активно спрашиваю, потому что я преподаю в ВУЗе, и первый курс приходит ко мне. Поэтому мне очень интересно, как происходит процесс обучения. Потому что в ВУЗе все-таки еще есть система, кроме тестов, обычного человеческого общения. Вот вам больше нравится сдавать тест, либо отвечать учителю на уроки, ну вот прямо глаза в глаза. Мы сейчас пандемийный период не берем. Отвечать, конечно. Лично? Да. А, то есть это проще, если знаешь, что там Иван Грозный, там Малюта Скуратов и так далее. Или там машина бездушная. Машина бездушная, да. А весело в школе-то у вас проходят какие-то мероприятия? Ну да, конечно. Ну да, конечно. Какие-то вечера проходят. Вы в чем-то участвовали? Вы живете культурной жизнью? Ну вот нас водят иногда в библиотеку или в какие-то культурные места. Выезжаем с классом в театры, в музеи. Да. Ух ты. А как-то так получается, что вы возите в театры, в музеи? Расскажите. До пандемии возили. Да. Когда вы как-то договариваетесь, у вас какая-то целевая программа или как это работает? Каждый классный руководитель разрабатывает план работы с классом и уже в соответствии с этим планом уже предоставляет детям всевозможные мероприятия внеклассные. Это происходит во время внеклассной, то есть в субботу? Конечно, да. Или по вечерам. Да, вот у нас тут появляется сейчас пушкинская карта наверняка. Да, я думаю, что что-то подобное уже будет. Это в основном для студентов все-таки, да. А я просто вспоминаю, опять же, свои годы, что это очень серьезно влияет. Если преподаватель о чем-то рассказывает, потом мы показываем это в реальности, неважно, физика это или история, то это, конечно же, очень впечатляет. Конечно. Такой еще вопрос, Татьяна Александровна. На сегодняшний день масса конкурсов всевозможных проходит и Учитель года, и властные соревнования, и соревнования, скажем так, ну разных уровней. Я так понимаю, что все учителя, вернее, все общеобразовательные организации принимают в этом участие. Но это же очень трудный процесс. Я к чему веду? Очень часто преподаватели сравнивают с врачами, потому что очень много документации нужно оформлять. Насколько я понимаю, конкурс – это тоже элемент документации. Как все успеваете делать? И я знаю, что в этом году ваш представитель вашей школы тоже победила на конкурсе. Как удается растить такие кадры? Такой глобальный вопрос вам сейчас адресовала. Сложно сказать. Наверное, тот человек, который любит свою профессию, готов отдавать ей большую часть своего времени, что мы и делаем. Мы не считаемся, закончилось у нас рабочее время или оно еще не началось. То есть у нас 24 часа или нет? Да, оно всегда. И если этот выбор осознанный, если человек понимает, что да, так нужно это… Когда, знаете, есть девиз «Школа – это образ жизни», вот тогда все получается и все успеваешь. А родители, они как? Чаще все-таки мешают, да? Или помогают? Я должна сказать так. Все-таки мы стараемся сохранять очень доброжелательные отношения с родителями. Все люди разные. Не только родители или еще какая-то категория людей. Вы знаете, если сохраняешь с людьми доброжелательное общение, то они тоже поворачиваются к тебе лицом, и конфликтов не возникает. И я считаю, обязанность учителя сохранять такие отношения человеческие. Мы не имеем права нагрубить, мы не имеем права ответить резко, даже если мы очень устали. Тогда проблем не возникает. Еще один вопрос. Еще один вопрос перед тем, как сделать небольшой перерыв, и потом поговорим об «интересном» тоже моменте. Это пандемийная жизнь школы, как это было. Теперь уже об этом можно рассказать более подробно. Надя, скажите, вот я бы сказал у вас поровну мальчиков и девочек. Получается, ребята, которые учились, потом из разных классов слились в один, правильно? Как у вас там происходит? Как вы не обижаете друг друга? Вот эти все буллинги и так далее, все, что там нам рассказывают средства массовой информации, что сегодня старшеклассники настолько жестоко друг к другу относятся. Как у вас жизнь в коллективе? Хорошо все? Да, у нас очень дружный класс. Да? Да. То есть будете через 20 лет встречаться, через 30 лет? Да, конечно. А почему дружный? Просто так сложилось, что все друг друга понимают? Или преподаватели тоже в этом помогают? Ну, и все друг друга понимают, и объединяет нас классный руководитель наш. Так, кто у вас классный руководитель? По какому предмету? Ну, она ведет английский язык и занимается… Она, наверное, ревнует вас, вы любите французский, а она ведет английский. Ну, в принципе, преподатель английского немножко, наверное, понимает тоже по-французски, я думаю, да? Как говорили раньше, достаточно один язык выучить. Английский вы тоже же учите, правильно? Конечно, да. Получается? Да. Итак, классный руководитель. Сейчас сделаем небольшую паузу и поговорим о том, как жили классные руководители, как жили дети, как жили родители и как жили руководители гимназии номер один во время пандемийного периода. Ну, а с Надеждой Лосевой мы сейчас попрощаемся. Надя, вам всего доброго. Во второй части у нас будет другая ученица этой же гимназии. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня говорим об образовании, о средней школе. Сейчас много вокруг средней школы всевозможных обсуждений. Собственно говоря, как и всегда, единый государственный экзамен. Вроде бы, как не все дети знают. А то, почему они не знают, как правило, сваливают на учителей. Но так ли это на самом деле? Наверное, иногда родители забывают о том, что они тоже должны принимать участие в этом процессе. Но сегодня мы говорим еще и о том, как пандемия поменяла, изменила жизнь школы. В данном случае гимназия номер один. У нас в студии заместитель директора гимназии номер один городского круголюберца Татьяна Александровна Маторина. И, как я и обещал, новое лицо в нашей сегодняшней программе. Во второй части к нам присоединилась ученица 11-го А-класса Елизавета Куприна. Здравствуйте, Лиза. Мы должны с вами поздороваться. Татьяна Александровна, в этот раз первый вопрос к вам. Знаете, как раньше спрашивали, как вы узнали про пандемию? Как это все происходило? Потому что мне кажется, что для школы это был просто удар среди ясного неба. Согласна. Был удар, потому что все это началось в марте. И когда пошли первые сообщения о том, что растет число заболевших, заболевающих, и у нас в школе начинались такие случаи. Ну и тогда уже вышло постановление о том, что нам нужно переходить на дистанционный режим обучения. Ничего ж не было готово. Школа не была же к этому готова глобально, я имею в виду, вся российская. Да, не были готовы. Но у нас же много очень электронных ресурсов образовательных, которыми мы воспользовались. И мы используем их, потому что нам рекомендуют это делать. И очень хорошо, что мы имели навыки работы с электронными образовательными ресурсами. Начиналось все посредством школьного портала. В дальнейшем освоили уже общение с детьми через зум-конференции, проводили уроки. А вот одно дело дети, мне кажется, детям с одной стороны даже, может быть, на каком-то этапе хорошо было. Вроде школа есть, а вроде как бы ее и нет. Это я сейчас говорю, это так и студенты, и все, потому что спишь ты, не спишь, не важно, присутствуешь, не присутствуешь. А поначалу-то и в вузах, и в школе многое пропустили, потому что пока система налаживалась. А вот преподаватели как? Потому что преподаватели тоже разный возраст, разное отношение к этому. До пандемии у всех, у некоторых было принципиальное отторжение всех этих электронных ресурсов. Это я точно знаю. Согласен. Как вам удалось всех преподавателей мобилизовать и все-таки под контроль взять эту ситуацию? Вы знаете, наш административный корпус гимназии номер один строит доверительные и доброжелательные отношения с коллегами. Мы прекрасно понимаем, да, отношение учителей к такому процессу обучения разный. Кому-то это было сложно сделать. Индивидуальный подход. Помогли, научили. Да, помогли, научили, потому что, конечно, учителю было тяжелее всего. Но это задача администрации – наладить процесс, чтобы всем было комфортно. Да, конечно, тяжело вести уроки через Zoom, общаться посредством только социальных сетей, или школьного портала, или образовательных ресурсов. Но здесь важен индивидуальный подход и терпение административного корпуса каждому учителю. Ну, о победе этого образования мы поговорим чуть позже. Сейчас вопрос. Елизавета, Лиза, ну это же здорово было, когда пандемия началась. Все, прощай, школа, все, уроков нет, ничего нет. По крайней мере, первую неделю вот это все, да? Вы, наверное, не предполагали, что любимые гаджеты… Вам же родители разрешают уже пользоваться? Конечно. И, наконец, гаджеты стали не просто любимым развлечением, но еще способом обучения. Вот какие у вас были ощущения, когда вы перешли на вот этот непонятный по началу режим дистанционного обучения? Сразу потерялись все или все радовались просто? Ну, я не буду отвечать за всех, но для меня сначала это было чем-то необычным, чем-то новым и было достаточно интересно, потому что мы привыкли в свободное время проводить с гаджетом и теперь у нас еще и учеба тоже через компьютер, через телефон. Любимый гаджет становится не совсем уже любимым, чтобы учеба идет. Для начала, да, было все достаточно… Мы отдыхаем от школы, никуда не нужно ходить. Но потом… Каникулы маленькие. Можно сказать и так. Но спустя какое-то время, лично для меня, где-то недели через две уже началась тоска по школе, уже хотелось именно просыпаться рано утром, собираться в школу, идти. На все было готово, да? Да, потому что сидеть в запертии в квартире, это получается и самоизоляция, тебе не выйти, и с друзьями толком не поговоришь, не встретишься. Проводишь все свое время с семьей, это немножечко начинает надоедать и хочется уже поскорее выйти из дома. Татьяна Александровна, как уже дальше, когда начался процесс, есть понимание того, что на самом деле, как говорят на Руси, не было бы счастья, да несчастье помогло? Что вот появление этого некого смешанного формата какие-то новые возможности сегодня дают. Есть это понимание в преподавательском составе и насколько это сейчас, ну, к вам приходят всевозможные методические указания, будет в школу все-таки внедряться. Потому что некое-то удобство тоже имеется. Конечно. Можно сократить какие-то вещи, что-то добавить, да? И потом, если ребенок болеет, можно каким-то образом, да, тоже решить эту проблему. Безусловно. Как сейчас это помогает? Вот в данном случае пандемия помогла. Те, кто, может быть, даже были противниками, поняли, что из всего этого можно извлечь пользу. И вы совершенно правы, говоря о том, что очень удобно работать с детьми, которые длительно болеют, находятся на длительном лечении. Чтобы не потерять их. Да, не могут в силу каких-то обстоятельств приходить в школу. Это очень помогает. И учитывая, что мы в кратчайшие сроки, порой, да, кто-то из учителей вынужден был освоить вот эти электронные образовательные ресурсы, да, это сейчас облегчает работу с разными детьми. Елизавета, вы уже взрослый человек. Насколько мне известно, вы учитесь хорошо, даже отлично. Да. Вот, это такая, ну, как бы, ответственность всегда. Поэтому придется вам ответить за большее число учеников не только вашей гимназии. Вот есть такое ощущение, как говорят, ну, я буду педагогично выступать сейчас, что из-за этой пандемии некое будет немножко потерянное поколение, в том смысле, что те, кто вошли в пандемию, те, кто сейчас еще находятся вот в этом переходном этапе, нет у вас ощущения, что вам что-то недодали, что-то потеряли, что вот как-то, ну, вот обида какая-то, я знаю, на проведение, что с вами такое произошло? Или вы восприняли это нормально и готовы выползти из этой ситуации, поступить, дать классные результаты в высшем учебном заведении? Сложный вопрос. Сложный, да, надо подумать. Ну, наверное, стоит брать во внимание, что все-таки в мире случаются разные, бывают разные моменты, и я не думаю, что это, там, какая-то первая пандемия. Я думаю, что и, не дай бог, конечно, дальше все это будет происходить. Поэтому, ну, я не считаю, что нам что-то недодали, что-то не объяснили, потому что, ну, если тебе это интересно, если ты хочешь получить знания, то ты будешь где-то дополнительно какую-то информацию искать во время этой самой пандемии. Ну, и учителя, конечно же, очень помогали. Они нас держали в ежовых рукавицах, не давали расслабиться на карантине. Ну, с другой стороны, мне кажется, я не знаю, вот, мне казалось, что иногда просто хочется даже не поучиться, а просто выйти, да, вот, в этот эфир, в онлайн, потому что детей как-то поддержать, потому что у них вот ощущение, вот, был период, помните, когда вот поплыли все. То есть и преподаватели, они устали, потому что они поняли, что идет какая-то даже переработка, пока включил, пока вышел, на время там не смотришь, звонков нет, я уж не знаю, есть ли у вас в гимназии звонки по старинке, вот, и дети тоже. Я помню, что уже даже включали эту камеру прямо вот студенты, я преподаю, вот она лежит бедная там во всем этом халате, я уже хочу всех увидеть, мне так это... Тут наступил психологический момент. Насколько мне кажется, Татья Александровна, что это очень важный был момент для проверки учителей, не только педагогическая составляющая, но и психологическая. Мало то, что себя нужно, себя, свою семью, плюс весь педагогический коллектив, плюс родители. Вот как удалось этот барьер преодолеть, когда немножко все начали, мягко говоря, нервничать? Общение. Организовывали всевозможные мероприятия дистанционно, конечно, посредством ЗУМа. И воспитательная работа у нас шла активно, потому что мы как могли перестроились, принимали участие и в муниципальных мероприятиях, да, в дистанционном режиме, но так или иначе школа жила. Соответственно, и дети понимали, что они нужны, что какая-то жизнь есть, и просто так для общения выходили на связь. Вот мой класс, где я была классным руководителем, у них последний звонок шел через ЗУМ. Им не повезло. Как вам сердце кровью обливалось? Оно обливается до сих пор. Вот в этом году, насколько мне известно, во многих вузах, да, второй курс, который, им даже сделали дополнительные еще как бы, ну, посвящения, как за прошлый год отработать долги. А в школе ты, наверное, не проведешь уже вторую линейку, да, там прощание и тому подобное. Кто-то скажет, что это условности, но, тем не менее, это же запоминается на всю жизнь. Но, Лиза, вот мне кажется, что даст Бог, по крайней мере, в любом случае, мы уже в каком-то другом состоянии находимся, да, не глобальной пандемией, когда нельзя выходить из дома, арестую, да, что называется. Вот как вы готовитесь к финалу вашей деятельности как ученица? Потому что 11-й А-класс, он закончится. Я вот задавал вопрос Надежде и вынужден задать его вам. Он никому не нравился, и мне в этом возрасте тоже. Но куда идем-то, куда дальше направление держим? Уже есть мысли какие-то? Мысли-то есть, но это пока надо еще хорошенечко во всем разобраться. Наверное, все-таки еще есть время подумать о том, что интересно именно мне. А еще же со всех сторон говорят, иди туда, иди туда, да, родители. На родители в основном и советуют, да. Как-то другой все-таки поддержки нет. У вас свое, да, какое-то мнение есть тоже, куда идти? Я все-таки, наверное, за свои 17 лет поняла, что родителей лучше слушать. Серьезно? Порой следует к ним прислушаться. Золотой ребенок. Так. Потому что они говорят умные вещи, которые действительно помогают. И у меня и в жизни были такие моменты, когда я шла просто против родителей, и все равно оказывалось так, что там мама, папа, бабушка, они были правы. Мне кажется, что мы все где-то там лет в 14 почему-то вдруг начинаем идти против родителей, а потом вдруг понимаем, что это хорошо. Родители были правы. Родители были правы. У них все-таки жизненный опыт. Сейчас же у вас есть несколько возможностей, да, поступать, ну, сразу в несколько вузов. В этом году даже была какая-то небольшая истерика у высшей школы, потому что как-то не успевали, так ты идешь к нам, не идешь к нам, потому что я туда подал документы и так далее и тому подобное. И будет ЕГЭ, да, прежде всего. Будет ЕГЭ обязательно, как мы выяснили. Татьяна Александровна мне в перерыве подсказала по математике и по русскому языку. Ну, наше все, что еще нужно. Будут дополнительные ЕГЭ. Вы уже выбрали, какие у вас будут дополнительные экзамены? Ну, конечно. Это по какому предмету? Это английский, прежде всего. Все-таки международный язык. И хочется... Уехать куда-нибудь. Уехать, да. Все-таки попутешествовать, увидеть другие страны, города. Да. Общество знания без этого никуда сейчас. Ух ты! Это общество знания, это же такой глобальный предмет. Да, но он достаточно интересный, если углубиться в его изучение. В политику пойдете? Да, думаю нет, ну что. Ну, экономист, политик, я не знаю, юриспруденция, что-нибудь такое в этом направлении. Ближе к юриспруденции. Вот. И, ну, пока еще под вопросом история. 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 История – это интересный предмет. Угу. То есть вы гуманитарий? Да. Понятно. Но математика все равно, никуда же не денешься, да? Да. С математикой тоже хорошо. В хороших отношениях. Дружиться, да? Да. Понятно. Хорошо. Татьяна Александровна, я, конечно же, общаясь с ученицами 11 класса, может быть, немножко иронизируя, но вопрос серьезный. Потому что единый государственный экзамен сегодня по-прежнему вызывает споры. Я понимаю, что вам адресовать вопрос «нравится, вам не нравится» не могу, потому что вы на работе, это ваша обязанность. Но все-таки родители наверняка спрашивают. Это по-прежнему болевая точка, по-прежнему еще нет такого четкого понимания, что ЕГЭ – это вот наше все раз и навсегда, и все спокойно это воспринимают. Все равно какие-то переживания, мы получаем там видео, иногда это похоже на какое-то, как в тюрьме – пришел, все сдал, сел, какие-то ходят посторонние люди, все время тебя мониторят. Это трудный процесс? Еще не до конца доделанный? Нет, процесс отработанный, все, вопросов не возникает, и родители всегда будут волноваться за своего ребенка, даже если вернутся экзамены в традиционной форме. Но дело в том, что и родители, если с пониманием к этому относятся, и образовательные учреждения, мы и психологически готовим ребят, что да, решается ваша судьба, вы выбрали направление, вы сами вершите свою судьбу. И если готовиться, если на самом деле учиться осознанно в десятом-одиннадцатом классе, сдать единый государственный экзамен по любому предмету можно. И можно на хорошие высокие баллы. Практика это показывает. Ну и самое последнее. Сначала Лиза, а потом Татьяна Александровна. Почему бы вы порекомендовали ли вы бы кому-нибудь сейчас, вот из родителей, маленьких детишек, чтобы они привели своих детей в гимназию номер один? Если да, то почему? Ну, конечно же, да. Все-таки я в этой школе, получается, уже одиннадцать лет. Там невероятно хорошие учителя, которые всегда тебе помогут, поддержат не только в учебном плане, но и помогут с какими-то проблемами, которые у тебя в жизни, дадут совет. Все-таки у них тоже есть жизненный опыт. Они пропустили через себя, скажем так, множество таких же детей, как и мы. То есть советуем приходить? Правильно? Татьяна Александровна, а теперь у вас звездный час. Вот если нас сейчас смотрят, я понимаю, что наборы еще будут, будут и так далее. Что нужно сделать для того, чтобы стать учеником вашей гимназии? Нужно просто туда прийти, полюбить эти стены. А мы, в свою очередь, принимаем всех детей в свой дом. Гимназия – это уже не просто учреждение гимназии номер один. Это теплый, уютный дом, где мы любим всех его жителей. И если любой родитель захочет выбрать наше образовательное учреждение, мы рады любому ребенку. Ну, это прекрасный ответ. Спасибо огромное. Заместитель директора гимназии номер один городского округа Люберцы Татьяна Александровна Маторина и ученица 11 класса Елизавета Куприна. А в первой части нашей программы была ученица того же 11 класса гимназии номер один Надежда Лосева. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова